Несколько часов к ряду над питерским автодромом Игора Драйв не стихал надрывный рёв моторов. Здесь проходил второй этап российской серии «Гонок на выносливость». Это не первый сезон этой серии. Мы начали проект в 2015 году и делали перерыв на пандемию. После двухлетнего перерыва эта серия вернулась на трассу четырёхэтапным соревнованием полноценным, которая собрала сегодня более, ну в общем, наверное, около 80 спортсменов российских кольцевиков, как мы их называем. И если в целом смотреть на серию, это около 30 экипажей. Недавно трасса слегка изменилась. После модернизации общая длина круга выросла до 5183 метров. И этот круг экипажи участников проехали 115 раз, намотав в общей сложности почти 470 километров. Наша задача, ну помимо того, чтобы победить, наша задача максимально чётко откатать и испытать все узлы и агрегаты этой машины. Оба прототипа показали убедительные результаты, так что у проекта, похоже, большое будущее. Как и у самой гоночной серии, организаторы которой стремятся собрать на стартовой решётке весь цвет российского автоспорта. Если говорить про УРЭК, на сегодня это просто элита российского автомобильного спорта. Три пилота, которые участвовали в чемпионате мира Формулы-1. Сироткин, Петров, Квят, победители Лимана, Рома Русинов, Шайтар. Это просто звёзды. Единственное, кого не хватает, это Мазепина. Вот если он появится у нас на третьем-четвёртом этапе, то мы просто соберём, вот просто флэш. При таком составе неудивительно, что и борьба на трассе вышла нешуточной. Вперёд вырывалась то одна команда, то другая. Все получили максимум эмоций, трудную интересную гонку. И с точки зрения спортивной, технической и, самое главное, эмоциональной. Лучшим стал экипаж с номером 26, в котором выступали Роман Русинов и Даниил Квят. На прототипе G-Drive G-01 они выиграли сперва квалификацию, а затем и саму гонку. Сергей Столяров и Ренат Салихов из «Ядро Моторспорт» отстали всего на минуту. Бронза досталась Михаилу Алёшину и Виталию Петрову на прототипе BR-03. По словам Михаила, проблема в тактических ошибках команды. Что ж, возможность их исправить представится в сентябре, на третьем этапе серии.